Дорогие зрители, приветствую вас на своем канале. Я приветствую вас из Венеции. Сегодня я покажу вам снова хорошо одетых, красиво одетых, классно одетых людей. В основном, конечно же, это итальянцы. Именно они, как бы странно это не звучало для меня когда-то, в основном именно итальянцы составляют основную часть туристов круглый год, которые посещают красивые города, крупные города. Итальянцам нужно дать должное, они очень много путешествуют по самой Италии. И да, в основном это будут итальянцы, но я слышала очень много французской речи и, да, возможно, немецкой также, но гораздо-гораздо меньше. На мой взгляд, в Венеции основными модниками были итальянцы, а также венецианцы, и на третье место я бы поставила французов. Мое огромное, скажем так, фэшн, да я даже не знаю, как сказать, фэшн мой огромный привет людям, которые на прогулку, самую обычную туристическую, что называется, принарядились. Я сама постоянно сталкиваюсь с такой дилеммой мне, как человеку, который очень много стоит на улице, очень часто стоит в тени, кстати, вот опять шапки, на которые я обращала внимание, которые очень часто стоят в тени, прежде всего потому, что в тени очень хорошее освещение, как бы странно это не казалось мне, опять же, раньше. Я всегда сталкиваюсь с мыслью о том, что сегодня я вообще надену какие-нибудь спортивные штаны с начесом и утеплюсь по максимуму и буду максимально незаметна, но всякий раз я наряжаюсь, потому что именно этому я научилась здесь, в Италии. Самая обычная прогулка может принести тебе огромное количество удовольствия, радости, положительных эмоций, если ты, что называется, принарядишься, красиво будешь выглядеть, ты будешь обращать на себя внимание, тебя будут рассматривать, на тебя будут смотреть. Это, конечно же, приятно любой женщине, которая в особенности тратится на одежду, которая в особенности прикладывает усилия для того, чтобы выглядеть лучше, для того, чтобы выглядеть хорошо в повседневной жизни, и все это поднимает тебе настроение, все это делает в итоге твой день, поэтому я стараюсь не лениться и беру пример, конечно же, со стритстайлеров, которых я снимаю, и в этом плане венецианский стритстайл для меня был очень и очень показательным. Повторюсь, я поняла, что можно катить чемодан в пуховике и в кроссовках, а можно катить чемодан, будучи одетой в пальто и имея даже, возможно, небольшой каблук. КОНЕЦ 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 Ну что ж, дорогие зрители, сейчас я вам покажу самую дорогую шубу, которую я встречала на стритстайле. Это не что иное, как соболь. Я не очень разбираюсь в мехах, и достаточно к ним равнодушно, но это соболь, причем очень-очень красивый. И у сеньоры очень дорогая сумка, кто, наверное, даже узнал. Это, безусловно, Боттега Венета. И, как вы видите, этот лук, этот ансамбль с самыми обычными угами. И просто хотела вам снова показать, обратить внимание, что, да, шубы в Италии носят, дорогие шубы носят также, кто-то донашивает, кто-то нет. Все зависит от толщины кошелька и желания на шубу потатиться, но дорогие шубы совершенно точно в Италии носят. Не могу отказать себе в удовольствии снова показать вам нитку с постиранным бельем, которое сушится. На самом деле, я обожаю почему-то висящее белье. Изначально оно меня шокировало, но для меня теперь Венеция примечательная. Возможно, даже у меня будет своя коллекция подобных фотографий. Ну что ж, вот так выглядят витрины венецианских магазинов. Зачастую их можно обозреть только с другой стороны канала. Никак к ним не подойдешь. Давайте посмотрим, что продается. И, как вы видите, продается примерно все то же самое. Примерно по таким же ценам. Безусловно, есть крупные бутики и там даже витрины оформлены так же, как, допустим, и на Большой Земле, что называется. Но вот такие маленькие магазины. Опять мы видим много вариаций на тему Тедди. Причем, по-моему, такой Тедди я уже встречала где-то на рынке и показывала. Красивая бижутерия, она мне понравилась. Конечно же, в унисон видео о бижутерии, где я говорила, что бижутерия, она должна быть видна за версту. Бижутерию нельзя и невозможно спутать. Она никогда не должна имитировать драгоценные металлы, либо изделия из драгоценных металлов. Хочу обратить внимание своих зрителей на то, что я всегда показываю, когда делаю обзор витрин, то, что мне нравится. Я не просто снимаю витрины, где что-то лежит. Я исключительно показываю то, что я бы, возможно, сама надела, либо посоветовала кому-то носить. Как, например, эта обувь, в который раз обращаю на нее внимание, эта вариация на тему Челси. И вот такая сумка, она мне очень понравилась. И хочу отдельно показать вот эту компоновку. Этот ансамбль потрясающий, на мой взгляд. Во-первых, это очень удобный способ утеплиться, потому что юбка достаточно длинная. Такая юбка, она сделана из очень фактурной, необычной ткани. Прекрасно сочетается с какой-нибудь грубой обувью, например, той, что я вам только что показала. И это витрина одного и того же магазина. И мне хочется упомянуть, и, возможно, скоро я сама так оденусь, что вот такие женственные юбки, такие характерные юбки, они прекрасно сочетаются с трикотажем плотным, с трикотажем также фактурным. Попробуйте, это смотрится очень-очень хорошо. На витринах витринисты часто прибегают к такому трюку. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok